Ну что ж, дорогие друзья, давайте продолжим карты до Мираж между командами Ренгейтс и Клауд Найн. Клуда, если честно, уже что-то в атаке у них не получается. Бомбу, правда, поставили. Голден остается последний и, наверное, аппетит. Хотя, вообще-то, боролся максимально как мог, ЖКМ квадрокилл, и Ляза был последнего оппонента. Не получилось у Клаудов на карте Д'Инферно на прошлой. Ну, посмотрим, как на Де Мираже будет, конечно, здесь третий вопрос. Ну, с другой стороны, Ренегейтс от... точнее, Де Мираж от команды Ренегейтс. Если Клауд Найн буду закрывать Мидл довольно часто, то, наверное, проблем особо никаких не будет. Ну, хотя тоже под вопрос. В итоге у Клаудова здесь не получается. Под один калаш хотели сыграть, нанести экономический урон команде Ренегейтс. Флюша в итоге наносит экономический урон ЖКС, но этого мало. Остается один с деглом. Здесь с деглом будет очень сложно что-то сделать. Ну, и пытается еще кого-нибудь забрать. И АЗР в итоге забирает господин Флюшу. 2-0 пользу команды Ренегейтс. Теперь уже будет байраунд от команды Клауд Найн на третьем. У Голдена, кстати, правда, денег нет. Будет довольствоваться, скорее всего, чешкой какой-нибудь, как я понимаю, леди глом. Деглом, да. Гранаты. Второй армор есть. Ну, 4-1 получается стак у них. Гранаты есть, вроде все есть. Банки на Аплэн, как я понимаю, сейчас будут раскидывать. Вероятно, стандартные головы плюс джангл. Может быть, Дельпан, КТ который, да, оставят без этого. Но как-то впереди паровоза пошли ребята из команды Клауд Найн. Чем самым, кстати говоря, очень сильно удивили Ренегейтс. Закрыли Дельпан и джангл в итоге с коннектором. Голову не закрыли. Даже нестандартно немножко. Ну, вопрос по поводу выигрыша этого раунда. Все еще открытый, конечно. Потому что у Гритис Фэкшена есть, если что, до Фьюз Киты. Но Гритис Фэкшена, я вижу, уходит. Очень далеко и надолго. Ляз, вероятно, тоже будет делать абсолютно то же самое. Как я понимаю, верно? Верно, да. Но Гритис Фэкшен ушел, потом пришел обратно. Потом в итоге совсем убежал в эндерпассы. Здесь надо было, наверное, ретейкать уже с самого начала. Либо не ретейкать. То есть ХЕ-шка от Ляза была потрачена. Возможно, эта граната ему в следующем раунде, в принципе, и не нужна будет. Но Фьюз в итоге Ляза забирает после... Ну, точнее, не после окончания времени, а уже под самый конец раунда. Ляз вот-таки погибает. А только Гритис Фэкшен смог засейвить свой вэпен. В итоге резко-быстро 2-1. Соответственно, она здесь. Опять калаши от команды Cloud9. Под один калаш засейвленный с пистолетами будут играть ребята из команды Ренегейтс. Но в каком-то смысле это... Наверное, типа мимикрия под героический автоматокалаш не пугай. Но гранат особо под это нет, поэтому не особо получается. И, с другой стороны, эта штука работает в основном именно только на атаке. Из-за особенностей атаки как раз. А на защите сделать это, конечно, сложно. Поэтому просто по сути украденный калаш получается. Ладно. 2-2. Теперь будет бай у команды Ренегейтс. С ВП, кстати говоря. То есть тут более-менее вроде все в порядке. Против четырех калашей я в ВП будут, ребята, бороться. ММК четвертый есть. Юм. ФАМАС, кстати, Гритис Фэкшн погиб. Минус ЭВП. Команда защиты. Минус ЖК ему команда защиты. В итоге остаются явно не самые сильные девайсы. И в итоге остается один человек, это Лиас. Лиас на выполнете, то бишь он вне времени, вне пространства здесь. Делать ему на самом деле особо нечего, пожалуй. Я бы сказал, потому что против пятерых оппонентов, наверное, ничего особо не сделаешь. И счет будет 2-3. Тройка в пользу команды Cloud9. Ну, особо не переживайте, потому что... Во-первых, это кот. Во-вторых, он старый уже. И, в-третьих, поэтому, собственно, и ходит ночами. Жалуется на жизнь. Жалуется на жизнь. Но все хорошо. Ну, наверное, со стороны это звучит как... Ребенок какой-нибудь, да, уже не первый раз. Типа люди предполагают какие-то вещи. Пистолеты какие-то дефолтные местами. Один не дефолтный, плюс Юнг. От команды Ringgates. Куда, вероятно, будут... Забирать себе свой четвертый. И, как я понимаю, у нас... Ну, не особо вроде проблемы. Занимают middle. На самом деле, уже в данном случае неважно, вообще-то, что занимает. Гритис Фэкшн один с пистолетом остается. Его либо просто найти и просто убить. Вон он. Не сразу замечает. Ой. Совсем ты уснул, Гритис Фэкшн. Раз тебя вообще взял, пришел за арестом. Ай-яй-яй, ну ладно. Плюс полторы тысячи с точки зрения экономики для C9. Чё-то какая-то доминация вообще со всех сторон пока что. Погладь кота. Да я вроде глажу. Ну, в смысле, типа, на постоянной основе. Ну, просто старенький уже. Но все еще громкий-нкий. 4М4А4 и АВП от команды атаки. Да, фейс китов, кстати, нет. Это Гритис Фэкшн голый, да. Тоже очень-очень-очень важный момент. И я не знаю, на самом деле, что защите здесь отдельно предлагать. Кроме каких-то вот опенфрагов как раз, да. То есть это, наверное, идеальный вариант. И какого-то другого варианта особо вообще-то и не предложить. Азеродис, значит, еще дополнительно два человека. Аутематика с Кадудл остается вдвоем. Ребята играют 2 в 5. Да, банки есть. Да, это АВП и Райфл. Но вообще, по факту, безумно сложная ситуация. Для того, чтобы даже выйти на план, поставить бомбу. Хотя вот это как раз можно, кстати. Это сложно, но можно. А вот раунд выиграть, это вот, пожалуй, нет. Ну, а, судя по всему, буду пытаться выходить. То бишь, дополнительное АВП, если надо. И дополнительный калаш, если надо. Ребята, мускоманды, не гейтс. Калаш взяли, АВП нет. То есть не надо второе. С другой стороны, они, по-моему, да, и два АВП здесь не испортят надо миража. Это все-таки не команда Ликвид, в конце концов. Поэтому, да, не нужно. Окей. Четыре калаш, АВП, все еще команда клаудная. Деньги, кстати, есть. Ребята нормальные раунды брали. Довольно чисто, причем, именно для себя, выживая во многих условиях в большинстве. Поэтому деньги даже будут на следующий раунд, если проиграют этот. В смысле, девайсы. Оружейный будет у них. Ренегейт уже продолжается вторыми арморами, а ЗР погибает на гранате и его ловит. Причем очень далеко уходил, то есть он за угол. Даже мы не смог уйти. Соответственно. Флюш убивает ЖКМа. Начатки какие-то вот раунды типа разменов. Да, то есть Ренегейт сначала опинфрагирует. Сейчас Клауднайт, как мы видим, опинфрагирует. Причем Ренегады по факту ничего не могут сделать с этим. Вообще. И это как-то, не знаю, странно как-то. Странные рауны получаются. В итоге на Б-план пытаются, ребята, забегать. Алиас и ГКС остаются вдвоем около Б уже. Теоретически они могут защитить всю эту историю. Ну, Льюркер падал, команда Клаунайн вообще-то прочекал, что там происходит. Но шутка вся в том, что уже двое погибает на Б. Льюркер, соответственно, сказал то, что, слушай, еди на А, там вроде никого нет. Команда Ренегейт, возможно, начнет перетяг, потому что и андерпасса слышали, и Скадудла ГКС может вообще-то забрать. ГКС в итоге не погибает, погибает в итоге ГКС, окей. Скадудл пытается выходить, чекать джангл, и вот он встречается с оппонентом, который его убивает. Это был Лиас, у которого была вся информация о том, где плюс-минус должен пробегать оппонент, который все еще даже не поставил бомбу. То есть здесь Лиас либо промахивался, что плохо, но потом мог бы клачировать, но там уже варианты. Либо совершенно спокойно сейчас оппонента забрал. 4-4 в итоге. Я чувствую, что у нас это Мираж будет достаточно близкий, наверное. Пытался играть из фэкшеном, где кого-то найти не получилось у него это сделать. Команда Cloud9 будет продолжать дальше, судя по всему. 4 Класса плюс АВП у них есть в наличии. 4 МК четвертых плюс АВП все еще у команды Ренегейтс. Да, фишки-ты есть. Гранат, кстати, не то чтобы очень много. Но под ретейк куча флешек есть. Да и парамыликов, на самом деле, этого, в принципе, вроде должно хватать. Гратис фэкшен в довольно сложном положении. То есть, если на него сейчас будут вываливаться резко, то... Может даже пропустить оппонента. Потому что в зуме начинает не в итоге... Не погибает, кстати, слушайте. Все равно справляется со своей реакцией. Теоретная история. Ну, прям реально интересно иметь в виду. Потому что должен, в теории, погибать, но... Ну, нет. Аутематик Раша с Кадудал остается втроем. Ребята, походу, будут бежать через ЗИК на Б. У них остается, кстати, 20 секунд всего лишь. То есть, если здесь человек из бомбы их ранить, то уже будет паника от Судомии как бы и Угар. Бомба не ставится. И вот 10 секунд. И надо просто жить, жить, жить. Не надо подставляться. Просто живи за столбом. Просто живет за столбом. Не хватает секунд. Все. Раунд выигранный команды Рингетс. Аутематик забрать после времени, если это будет реально. Нереально это сделать. Аутематик будет сохранять это АВП. Но у него 800 баксов. В его руках. У него второй армор и АВП. В принципе, насчет АВП это хорошая идея. А насчет 800 баксов это, конечно, очень грустно. Потому что настолько мало денег. Под АВП с двумя калашами. И двумя глаками, судя по всему, будут играть ребята из команды Клауна. Нет ничего подобного. Галилы, калаши и... АВП. Раскидали, все хорошо. Смог на старт. ЖКМ, кстати, под смоком. Есть варианты то, что найдет. Как... О, господи, Иисусе, боже мой. Аутематик резко прыгает с ЖКМ. ЖКМ не ожидал такие вещи. Аутематик скрывает лицо еще второму. Повествую нам о том, что... Мол, ирики команды не есть. Повествую о том, что зря вы, мол... Пацаны мне АВП оставили на прошлом раунде. Прямо зря, зря, зря. В итоге Лиаса, Зейра и ЖКС остаются вторым. Так как Клауна в большинстве, опять же, с учетом того, что не занимает мидл, с учетом того, что АПЛЕНТ вообще-то полностью открытый, об этом не знает Синайн, но скоро узнает. На самом деле, пятый раунд брать не то, чтобы особо сложно. Ну, я бы сказал. Раш будет ставить бомбу. Ставится бомба будет под джангл, под голову, под коннектор, под яму, под сэндвич, под все. И здесь у команды ретейка максимально вообще сложные условия. Для того, чтобы взять, даже выиграть вообще этот раунд. Ну, не ходят ребята, то ли по одному, то ли не по одному, но вроде в паре вышли, не умели. Кстати, вроде 2 на 2, но бомба все еще тикает, бомба тикает очень быстро. Дефьюзский Теллиас подобрал второй, у него изначально не было. Пытается какой-то дефьюз здесь производиться, погибает один. Пытается производиться второй дефьюз, уже никто не погибает. Кажется, что нужно было размениваться. В том плане, что человек, у которого мало ХП, должен был защищать, а человек, у которого больше, дефьюзить. В итоге, тогда, мало ли, времени бы хватило, может быть. А имеем то, что имеем. Счет 5-5. Хлуда попытается закупиться, видимо, хотя бы чем-то, но денег вообще буквально впритык. У Ренегейтс денег нет. И причем 1400 они, походу, будут форсить, как я понимаю. GKS скинет кому-нибудь МКУ, а Зайр возьмет ФАМАС. Остальные закупятся на то, что есть. Мне кажется, нужно форсить, потому что денег вообще прям не алло. Вижу закупку на 1650. Вы точно уверены в этом? Очень сомнительная история от Ренегейтс. Очень сомнительная история, ребят. Не согласен вообще ни разу. Не, посмотрим выбор киберспортсменов, я все понимаю. Две чешки плюс Диггл, плюс Юсп и М4. Товарищи, у Лиаза остается, у Гритис Фэкшена, типа, 1400, у ДжКМа тоже. По такие деньги форс так и просился, потому что можно было раскидать и плюс-минус огрызаться. Ну ладно. Может быть, они и так будут огрызаться, но мы видим, что нет. ДжКМ умирает. У него огрызаться не получается. Скадудл ставится бомба на дефолте. Не битые, не битые, не крашено от Клауд Найн здесь на Апплент. Хороший заход. Ну, так и по разным углам разбегаются команды Ренегейтс. Непонятный раунд, на самом деле. Типа, один умир, ладно, все, мы на сейфе, но денег нет. А так бы, а так бы форсили до конца, боролись до конца. Сложный вопрос, не согласен, ладно. Окей, Клауд Найн выходит на шестой, а денег, по-моему, так особо и не будет, насколько я понимаю. Сейчас, тут еще вопрос в то, что у ДжКМа просто девайс есть. То есть, может быть, как-то до раскидают все-таки. Да, видите, да, денег особо и нет. Но у ДжКМа есть пять тысяч. Может, вы все-таки закупите? Хотя, вот уже не надо закупать. Вот в чем соль вся. Да, да, то есть уже не надо. Вот до этого надо было форсить, но если вы уже не форсили, то уже вы не будете форсить. В итоге Ренегейтс отдают команде Клауд Найн еще один раунд, а могли бы форсить. И там бы, может быть, что-то получилось или нет. Потом делать флэка. Ну и, собственно, на третьем раунде после всего этого возвращаться плюс-минус спокойно. Ну или, может быть, не так комфортно, но все равно возвращаться. Ну, не знаю, как-то так, короче. Один раш против ДжКСа. Что-то в Солянова полез на... Не понял я. Полез на Б, отлетел. Да, Gratis Faction'ы забрали. Все равно вроде идут на Б. Здесь ДжКС, МК-4. Хороший девайс. Находит голову, находит вторую. И Азейр еще находит Голдена. Раунд абсолютно тотальнейшего просто провала для Си-9. Неотематикскую стеночку на окно не смог забрать человека на ПТ. Я напомню, что ребята особо ничем не закупались после... плохого такого же типа эко под М4. Такие вот вещи особо не просчитаешь, если честно. Ну, на мой взгляд, это не особо возможно. Потому что вообще, что-то все что угодно может происходить здесь. Раш уже оправдывается за прошлый раунд. Здесь убивает АЗР. Gratis Faction отвечает на Флюшу. 4 на 4. Есть киллы. При забеге на Аплэнд все это дело было сделано. При этом, при выходе на Хаймидл умер, например, один из террористов. То есть, он даже еще на Мидл не выходил. И контртеррористы закрывали в итоге весь Мидл. И у них получилось это. Единственная проблема, что СКА остается один. И он остается в два лица. Но! ЖКМ находит бомбу. Зовет своего товарища. Мол, слушай, пойдем. Я пакет нашел. И теперь они будут стараться охранять бомбу. Опять же, я надеюсь, как-то сейфовы. Но варианты могут быть разные. Вот он скаут. Он ползет постепенно. А его закроют муликом. Это даже Хаешко. И Скайдудл понимает, что что-то как-то... Нет, не понимает, кстати. Встает обратно. А нет, понимает. Говорит, да-да-да, я понимаю, окей. Типа, да-да. Лады. Да, комментатор. На самом деле, он, конечно, с Тим Спиком так общается. Ему вот советуют какие-то варианты. Он мотает головой, чтобы не отвлекаться на... Собственно, речевой центр свой. И делать вещи. Выходит на двоих, умирает от двоих. Вроде Молик и Хаешко вообще-то намекали на то, что вдруг тебя там ждут. Любящая семья, которую готовы принять в руки. Не дефолтные места, и мы дефолтные пистолеты от команды Синайн заканчиваются тем, что Ренегады будут брать свою восьмерку. Хотя, стоит признать, что против Клауд Найн местами было тяжело, особенно. После, там, первых раундов, вот в начале половина. Чё-то такой вообще дикий буксич от команды Ренегейтс на протяжении нескольких раундов подряд. Казалось бы, может быть, Клауд Найн будут вытаскивать всю эту историю. А нет. Мы видим то, что уже Клауд Найн начинает буксовать. Да, это бай с калашами, вторая армора, некоторое количество гранат, кстати, не особо достаточно, я бы сказал. Ну, посмотрим, как, ребята, буду забегать. Сляз, даблкил от Ляза, заявка на девятку для Ренегейтс. Всё ещё будут продолжать топить, наверное, на бэплент, ребята, потому что гранат нет. То есть, раз уж начали, то, наверное, надо продолжать. Это последняя банка была, это мой лихон-дургон. Отлетает от Gratisfaction, а он сквозь стенку находит голову Голдена. Ну, походу, кусок чепчика нашёл, а просто сквозь парапет посмотрел, как я понимаю. Под выход. Два в пять, дорогие друзья, флюши на Эдварде находятся, раш, гераш, на апартаментах, окей. С точки зрения стрельбы, типа, убивают двоих, выходят на плент, отлетают от остальных троих. С точки зрения реальности, де-факто, да, что произошло, убивают одного, отлетают от остальных четверых. Шесть-девять. Шесть-девять. Не забывайте, дорогие друзья, поднимать щиты за безлимит, болеть за своих самым быстром обильным. А также, если вы хотите новых эмоций и отлидуемых компьютерных игр из стримов, можете добавить остроты с бокалей Гоставок и стать участником настоящих сражений. Между Cloud9 и Renegades сражения, пожалуй, действительно настоящие, и здесь, мне кажется, спора особо нет. И теперь атака от команды Renegades. Мы начнем, естественно, с пистолетки. Пистолетные раунды — это совершенно другой мир, который может быть каким угодно. Даже самым, скажем так, уникальным и редким, типа, ИСы на пистолетках всякие разные интересные. Прошу прощения за насморк. Чё-то одолевает вообще. Ну и атака на Аплент, видимо, от Renegades. А по поводу конкретно атаки на девайсник, ну, через мидл будут, ребята, забегать довольно часто. Клода, скорее всего, будут закрывать, пытаться этот мидл. Может быть, Renegades будут дожить мидл, потому что все знают о том, что они играют через мидл именно часто. И у них постоянно это основная артерия, и без нее у них местами довольно узкие, типа, выходы, и гибридно никак не получается, и фейковать без мидла... Ну, не получается у ребят. Не получалось, окей. Я не уверен, что тут изменилось в новом составе за... Месяц, бог знает. Бомбу поставили, кстати, да. Она находится в пятером. В принципе, опять же, да, вопрос там то, что Клода чё-то постреляет, но бомба-то тикает. Да фьюз-китов нету и не было. И здесь, ну, просто не было, окей. Потому что я так сейчас не вспомню, кстати, не было или нет. Скадула в итоге погибает, у него не было особых вариантов. Лиас и Азер остались последние, будут выживать, потому что бомба не успеет взорваться. Я, кстати, успел взорваться, соврал. Но Лиас и Азер все равно выжили в итоге. Да. Шесть-десять. Это пистолетка за командой Ренегейтс. Будет счет шесть-одиннадцать. И... Соответственно, фуллэка должны клауднайд проводить. Я понимаю, всегда можно форсить, типа, с чешками и деглами, но, по-моему... По-моему, это не очень. Поднимать щиты за то, чтобы ты носом не шмыгал при комментировании можно? Неплохо. Неплохо. Хорошая идея. Вообще-то можно. Спасибо, что интересуетесь моим здоровьем. Я думаю, что вот эту неделю я доработаю. И спокойно, типа, долечу насморк. И в следующей рабочей неделе все будет хорошо. Ну, сейчас, да, к сожалению, поймал на стыке октября и ноября. Неприятно. Ну, типа, 22 октября, а поймал где-то неделю назад, когда с Москвы приехал. Неприятно получилось. На самом деле, шмыганье-то это ладно. Оно при дыхании еще свистит, потому что пазухи заложены. По-моему, вот это гораздо более забавные спецэффекты. Смог на коннектор джангл на головы. Молики под выход на пальмы. То есть все стандартно. И причем даже стандартно плюс. Стандартный плюс пакет акций. Делюксовый. От команды негейс. С точки зрения гранат. Вот, и против экраунда... Точнее, Клоуд-9 на экраунде. Ну, как мы видим, особо ничего не могут. У них не хватает боевой мощи для того, чтобы хоть что-то сделать. Поэтому они не убивают даже ни одного из оппонентов. Сами отлетают вроде потихоньку. Пытаются за gratisfaction себя нафармить. Фармят. 1200. Очень хорошо. Очень приятно. На третьем раунде, наверное, будут пытаться возвращаться с девайсиками. ЖК находит последнего оппонента. Погибает в итоге флюшка. В итоге 5 в 0, да. И вот есть 4 400. Минимально более-менее. Потому что стандартный threshold для КТ стороны это 4 100. А 4 400, как мы все понимаем, это вот 4 100 плюс... Смог. Да, как раз от скадудла. То есть вот ровно-ровно. Не, на эпицентр, кстати, к сожалению, в этом году не попал. Возможно, он получится в следующем каком-нибудь. И так далее, и так далее. С другой стороны, мой ранний стиль комментирования, когда я все еще, скажем так, отвыкал от своей прошлой дисциплины, скажем так, сыграл со мной не очень хорошую шутку. В том плане, что эмоциональный фон был немножко разный. И в Counter-Strike он тоже разный. Поэтому я бы даже сказал, что я даже не удивлен, что не попал на эпицентр в этом году. Вот. Но, я думаю, после полного переключения... Ну, отказался я в итоге от прошлых этих самых эмоциональных вариантов. В том плане, что я пытался-пытался. Как-то на старых чертежах. Но, вы знаете, по Counter-Strike это реально не подставляется. А любовь из своего сердца по поводу прошлой дисциплины так и не смог отпустить его до недавних моментов. То есть я, типа, все пытался. Кстати, девайс сейчас, я не гадополюгаю, это слово. Клод, наверное, закупили свои именно в третьем раунде, и в итоге отлетели. А счет становится 7.11. Вот, пытался-пытался, типа, как-то вкручивал именно с тем... с тем настроением, которое было у меня до этого, когда я работал. Это я, наверное, связал, потому что там получалось действительно хорошо. А здесь просто в Counter-Strike настроения вообще другие. И, типа, я думал, ну, раз там хорошо, значит, здесь будет хорошо. На самом деле нет. Да, то есть надо было прям полностью, типа, выключать одно и заново рожать другое. Грубо говоря. Вот. Поэтому вот эти вот, вероятно, вещи привели к тому, что на эпицентр в этом году я, вероятно, не попадаю. Ну, в смысле, не попадаю, потому что анонс уже был, да. Что особо не парит. Ну, в том плане, что у всех есть свой путь. У меня, видимо, сложный. Сам я себе из-за своих же особенностей выбрал сложный путь. Окей, допустим. Почему бы и нет? Можно было полегче, но ладно. Так тоже неплохо. Наверное. Флюш убивает Greatest Faction. Автематик распаляется в ЖКМ, потому что это чисто пистолет от команды Ренигейтс. Пока ни единицы ФПД не потеряли вот до этого момента. И в итоге Флюшка потерял там двадцатку с копеечкой. То есть довольно чистенько от команды Cloud9. Кстати, по поводу Бая, между прочим, не у всех есть достаточное количество денег у команды Ренигейтс. В том плане, что у Ляза вообще-то проблемы с этим. Поэтому это Галил, а не Калаш. Потому что у него... Ну, вариантов у него просто нет, банально. И Cloud9 медленно... Медленно, постепенно. Прошлое Overwatch. Было. Просто Overwatch немножко в СНГ чуть-чуть подсдох, я бы сказал. Ну, банально умер. То есть именно в плане профессионального комментирования там вообще что-то перестали деньги водиться в какой-то момент времени. Но потом, если вы частично интересуетесь, вы знаете, какая студия сейчас по Overwatch забрала вот все, что нужно было хотя бы. Более-менее вроде там продолжает потихоньку работать. Но с точки зрения вот отдельного типа кастера нет вообще. То есть все кончилось. И надо было принимать решение, соответственно. И я вспомнил, что Counter-Strike у меня с детства. С 12 лет. Поэтому. И как любил его, так и люблю. Так привыкать надо было. Ну, и вот эти вот старые наработки, они сыграли реально злую шутку. То есть я как MSL. И мы типа пока AWP не дали, ну вы поняли. Я пока не понял, что... Ну, никак это не ввинтить вот эти вот типа штуки. С этим же эмоциональным фоном. С другим ввинтить. А с этим типа не ввинтить. Оно вот, ну, людям типа кринжово было. То есть у них вообще башка отваливалась, потому что эмоциональный фон реально разный. И вообще прям непривычно. Некоторым, конечно, нравилось, я понимаю. Вот. Но в любом случае, комментатор же для вас работает. То есть фишки это всегда прикольно. Они так и останутся, особо. Не переживайте, просто они будут тему теперь. Флюш, кстати, триплкил делает на этом радио. Кстати, да, Флюша триплкил делает на этом радио. Стоит сказать, что дважды, походу. В итоге Cloud9 911, походу, камбэчная. Насколько я понимаю. Найс, Флюшка вообще играет. Пистолетики от Ringgates. От кладов, вероятный, десятый. Давайте посмотрим, что на пистолетах придумают Ringgates. Раши бивает GPS-а. Ну и четыре пистолета остаются у команды Ringgates, опять же. На тематик. Ну, какой хороший спорит приятный. Вообще классно, очень приятно, если таким наблюдать. Голден закроет еще последнего оппонента. Так, у команды Ringgates начинаются большие проблемы. Знаете, почему? Команда Ringgates играет через middle очень часто. Cloud9 об этом знают. И обузят вот эту вот историю от Ringgates. При этом, когда Ringgates не играют по миду, они играют узко от B или от A плента. То есть ты просто, ты не готовишься к фейкам, нету фейков, не существует, я не знаю почему. Ты готовишься к быстрым выходам на A или на B. Вот таким. То есть видели только что middle, да, от пистолетов? Видите, что сейчас происходит? Узкий A-выход. Ну, кстати, вообще-то он плюс-минус получается, но... Да, да, окей, он все-таки вроде не получается, ладно. Но в любом случае, Cloud9 должны об этом знать и должны и быть готовы, и... Ну, понимаете, да, то есть иметь информацию, это в большую часть случаев, соответственно, по сути, победить. Ну, в меньшей, как мы видим, по сути, проиграть. То есть Cloud9, они возвращаются, у них, в принципе, все нормально. По деньгам тоже выбили себе какое-то экономическое преимущество. В тематике вообще 12 тонн было. Ну, это, соответственно, возвращается постепенно. Просто, если уж вы знаете, как играет ваш оппонент, и... Ну, вы вроде готовы, наверное, ко всем... Ко всем штукам, которые... Которые... Ко всем штукам, которые... Этот оппонент, да, готовит? Ну, тогда концентрируйтесь, ребята. Что такое-то? Конечно, это быстрый A. Потому что это либо middle, медленный, через вот информацию, либо быстрый B, либо быстрый A. А тренингейтс я вообще другого особо не помню. Если они фейкуют, я открываю рот до полу прямо, потому что такого не происходит никогда. То есть, видите, да? Это middle. Какой раунд мы видим? Медленный. От информации, с заниманием позиций от рингейтса. Это вот одна из их штук, которые они делают. Это вот единственный гибридный вариант, который рингейтс, в принципе, способен делать на карте The Mirage. Потому что гибридный, в том плане, то, что он максимально разный, да? То есть, они могут зайти, вот так вот АЗР, там спину прочекать инфу, все дела. Потом по инфе забрать, выйти на B. То есть, найти одного. Вот снайпер, да, снайпер опасен. Забрать одного, забрать второго. АЗР все знал. Вот. Это один вариант. Второй вариант быстрый A. Третий вариант быстрый B. Четвертый и пятый вариант. Узкое A и узкое B, без меда. Но оно в тайминге с гранатами. Или вот из того, что я увидел и очень удивился, с гранатами во время гранат. Вообще прямо в шоке. Ленингады такого не делали, наверное, никогда в своей жизни. Ну, то есть, тут для клоудов. Если, опять же, они вот знают информацию о своем оппоненте, а вроде должны, в теории. Единственное, что нужно, это получать самим, пытаться информацию и быть готовым ко всем вот вариантам, которые я перечислил, только знать. Знать и быть готовым и быть концентрированным. Потому что мы видим то, что по стрельбе вообще-то местами не получается. Их давят просто. Вот эта волна цунами. Это вот тот момент, когда да, да, это будет волна цунами. Синоптики предсказали бы, мама, ну, цунами! И, короче, вас сносят. То есть, такой момент. Вот такого быть, наверное, не должно. Это как-то неправильно, что ли. С другой стороны, Ленингейтс реально умеет стрелять. То есть, какие проблемы-то? Это не болванчики. Тут действительно против них сложно. Раш. Опасная позиция Раша. Вообще не нравится. Ну, я не знаю, ему, по-моему, повезло то, что он выжил. То есть, пули мимо головы просто полетели. Реально повезло. В Молотове Раша сгорает Лиас. Вот этот вариант нам Приус немножко пропустил, потому что, походу, сам не ожидал. И я не ожидал. В том плане, что чего? Какого черта вообще? Раш уже отошел с той позиции. Там лежит Молик. Лиас уходит, Молик погибает. Если бы были повторы, если бы был продакшен лановый, я бы реально посмотрел на эту историю. Типа, то есть, что, почему? Вообще физически, по какой причине так случилось-то, господи? ЖК, Мазаэр и ЖКС остаются втроем. Узкий выход на Б, как я понимаю, да? Через апарты втроем. Да, 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 да. Вот это вот история. Нет, команды не гейтс. Но в таймингах под гранатой, может быть. И вот он, один из вариантов. Времени нет, кстати говоря. Одного пропускает, второго не пропускает, третьего не пропускает. ЖКС берет бомбу, 10 секунд вариантов ЖКС вообще нет. Порвается в стройку, ловит Бличка флешку, отлетает от Скадудла. 11, 13. 5 тысяч, ну, плюс-минус, где-то. Ренигард, в смысле, закуп. На 5 тысячах завис. Надо было просто сказать, что деньги есть. Пауза будет поставлена. Мнится мне, что от ренигардов, я посмотрю в административном чате, нашим замечательном, в котором есть инфа. Ну, конечно, да-да-да, конечно, от ренигардов. Ну, то есть, типа, вообще без шансов. Просто они понимают, что что-то не то. И... И пообщаются, пообщались. И еще дополнительно пообщаются. Может быть, будет более гибридная атака, или опять через middle по инфе. Ну, то есть, стандартная гибридная через middle по инфе. Или быстрая А, быстрая А, или уфтайминговая А, или уфтайминговая А. Вносите свои варианты, их вот 5 штук. Офтайминговая А, дорогие друзья. Не рашевая, а вот второй вариант из тех двух на А, которые есть. В итоге отказываются от этого варианта. Понимают то, что это трэш у горы Садамия, нас встретят, нас убьют. Тут смог, мы не можем пройти. ВЫБРАСЫВАЮТ БОМБУ ПОДБИРАЮТ ПОДБИРАЮТ Не могут договориться, что делать. ПОДБИРАЮТ БОМБУ БОМБУ ИДЕТ НА А ОБРАТНО ДОДЖИТ МИДЛ Заходит через эндерпасс. Может быть. Потому что бомба ИДЕТ ТОЖЕ ПОД ДОМ И это все еще может быть Б. ВОЗМОЖНО Это будет узкое Б. ВОЗМОЖНО Через ЗИК АЗЕР Что-то попробую сделать. Но ему будет НЕВЕРОЯТНО СЛОЖНО Через ЗИК Выходить. Именно с этой позиции. То есть это целый круг делать. Очень опасная история. Остается 35 секунд У КОМАНД РЕНИГЕЙТС. И РЕНИГЕЙТС думает Че конкретно делать. АЗЕР находит ФЛЮШУ. Идет обратно в эндерпасс. Это узкое Б Через Б.А.ПА. Аутематик готов к этой истории. Потому что Клауд Найн Готовы к этой истории. Да, Грати Свекшн Все еще стреляет хорошо. Аутематик готов к этой истории. Потому что готов к этой истории. Икс 2. АЗЕР Сносит лица. Этот парень Все еще стреляет круто. Потому что он Чертов не все еще стреляет круто. Один в два. Ретейк с разных позиций. Это Эдвард. Плюс Кстати сзади Даже с фургона Подходит человек уже. То есть обходит вокруг. Имеется ввиду. Ну не с фургона. В смысле с выхода. На плент. На дефолт. АЗЕР делает здесь Круголи. Опасная история. Потому что АЗЕР может выиграть. То есть Тут уже Ну по стрельбе Укладная проблема. То есть вот то что Квадрокилл от АЗЕР. То что вы сейчас увидели Это Кладной Найн готовы. Но в клачевых ситуациях У них проблемы. Это вот уже отдельная беда. То есть не стоит Смешивать все в кучу. Ну вот так вот Вот так вот играют Ленингейтс. Мы видим то что Этого хватает На данный момент Против Клауд Найн. Ну судя по всему Вроде хватает. Вроде достаточно. И да Пускай Клауда Читают вас Но В клачах Вы спокойно сносите лица Клауд Найн не играют в паре. К примеру. Что уже их проблема. Флюша теряет себя в этом бою. Умер на Зиге. ЖКМ На стуле В углу по 90 Сделал Свой килл. Ребята сработали По миду. Возможно мидл Не будут занимать. Возможно будут позже. У них есть еще минута времени Подумать. Если Не будут занимать Опять же Мнится мне Что что нибудь узенькое Типа стандартные вилочки На А Потому что Видно что пока что А ребята идут на А То есть ослабили Немножко защиты Уже 4 человека Против них будет играть Стандартные смоки Раскидает На головы Смог полетит на Джунгл коннектор Наверное Смог полетит Да Насколько я понимаю Да Симз лайкет Оставляют Дельпан Открытый Он же КТ Не совсем аккуратный Смог здесь Да На джунгл коннектор К слову Автематик сносит ЖК Ему лицо Это между Повсюшим Человек с бомбой Был Уй беда Ну Сами виноваты Ну в том плане То что смог Неаккуратно Даша Рашевич Король-королевич Забивает Лиаза Бомба Поставили Но этого Мало Потому что Ритейк Практически Успешен От команды Клауд Найна Ритейк Успешен От команды Клауд Найна Они выигрывают Свой 12 Раунд Деньги Кстати Будет Не особо Много Выигрывает Вероятно Свой 13 Раунд Ну что-то Тяжело Клауда Возвращается Могли бы Могли бы Быстрее В смысле Не быстрее А успешнее Что-ли Не Ренегейтс Пока что Рано Поздравлять Вот Вижу в чате Что типа Поздравляю Те кто Поставил Там Ренегейтс И Бла-бла-бла Все дела На самом деле Нет не совсем Потому что Клауд Найна все еще Знает Как Ренегада Играет в атаке У них просто Проблемы По концентрации И по столбе Личные Отдельные И поклачем И по тимплею Если это Поправится Прямо Внутри Сейчас Игры И это Обычно Такие истории Поправляются Типа Эй пацаны Давайте Соберемся Давайте Играть Вот Такой Вот Как Зоне Найс Вот Это Для Команды Астрали Делает Вещи Это Им Помогает Причем Голден Набивает Яд Здесь Падает GKS И Атака На Плэнт Пистолет У меня Получается Есть Брэйк Вот То есть Такие Какие-то Тимплейно Концентрированные Концентрационные Проблемы Очень странно Это слово Звучит Именно В таком Значении Я вспоминаю Какие-то Другие вещи Произнося Его Ну ладно Матч будет Приостановлен Спорено Ничего Что Тренигейт Пауза Да как Я угадал Тренигейт Пауза В итоге И Че Кого Че По чем Морды кирпичам Это будет Бай Да окей Не проблема Проблема То что Ренигейт Понимает То что Мы походу Только по стрельбе Раунда Выигрываем Но нас При этом Читают Чуть ли В 70% Случаев Мужики Надо что-то Делать Стрельба Не всегда И не везде Будет нам Помогать Мол Не всегда И не везде Вот И Пять калашниковых От команды Нигейт Узкая Быстрая А Или Офтайминговая А Или если не Офтайминговая А То через Мидл Через гибридная Медленная Или Если не получится То Быстрая Вы видите Да что происходит От команды Клауднайн Молики Причем Агрессивные Молики Суперагрессивные Молики На Аплайн Почему Да потому что Кб готовы К быстрому И к готовы Потому что Ренгейт это Практикует Постоянно Флешки Полетели Куча Миллиард Гранат От атаки Стандартный Позитом Стреляйтесь Раш Открывает Лицо Оппонента Это был ЖК Мбом Поставлено Надо Ретекать Но Ретекать Надо Аккуратно То есть Это все еще Калаши Это все еще Ребята Которые Умеют Стрелять Все Хорошо Здесь Гранат У них Особо Не осталось Хорошие Флешечки Раш Чуть Своего Непростоя Ничего Страшного Тематика Сносит Еще Лицо Четыре Пока Ситуация Один Человек Остается Это Азер Азер Не справляется Бомба Дефузит 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 Все Хорошо Четыре Стран Для команды Синейт Не хватает Денег На закуп От команды Негейтс Клоуд Синейт Теперь Продолжают Ну в смысле Они усиляют Оптимальную читабельность Команды Оппонента Усиляют Господи Как я Прямо Буксую Чуть Четыре Ночью Сорян Ребята Усиляют Короче говоря Читабельность И по стрельбе Под флешки Вроде Не проседают Никуда Все получается Четыре Чешки Плюс Дигал Что-то Насморк Вообще Просто Невозможно Команды Негейтс Соответственно Таковые Девайсы Дабл ВП Плюс Два Трофейных Класс Плюс МК Четвертый Команды Клоуд Найн Застряли Меж А и Б Без мида Азарь погиб На зиге Да Как я понимаю Абдауни Судя по всему Если в глаза Не долблюсь Окей Остаточный выход На А Потому что Дальше некуда Погибает Человек с бомбой Нормального Тиматик Сносит лица Раж добивает 15-14 Да Бой будет Но Вы поняли Короче Типа Либо по стальбе Либо по стрельбе Заберут Ренгейтс До допов Либо Клоудная Сейчас закончит Эту карту Потому что Читает оппонентов Как открытую книгу Просто Один На Пошел Двое На Мидл Бомба Сбрасывается Гибридный Медленный Через Мидл Что ли Вы хотите Сыграть Свой Вот этот Ренегатовский Фирменный Кстати говоря Ну в смысле Он реально Фирменный Они Этот раунд Катают Со всех Прошлых составов Еще Год назад Что ли Математик Айяяяяяяяяя Тимоти Тимоти Проиграл здесь пристрелку Да Может этот Раунд У зайдет Бог его Знает Сейчас посмотрим Голден Лиас, АЗР Пытается понять, что происходит Да-да-да-да, стандартный гибридный раунд от Ренегейтс Медленный, с поджимами Сзади, с заходами Если можно, через все, что можно Было на Б, стало на А Молодцы, кстати, Ренегейтс Расчехлили свою ульту, грубо говоря Под последний раунд на основном времени Реально, реально, может, и заедет АЗР сносит раша, а плент абсолютно открытый Круто, круто Походу, заедет, походу, допы нас ждут Голден сносит лицо оппонента, теряет полный КП Лиас, кстати, погибает Стоп, 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 обсуждаемый момент Три на три Неужели, так же, как до Инферно Это все будет заканчиваться Нет, все-таки джекресс Стоит оппонент, а скадудул Скадудул, пролюляй, сужигаем делать все килл Скадудель, один-два, допа Молодцы то, что расчехлили Именно этот раунд под конец Все получилось Все получилось Субтитры сделал DimaTorzok Допы 16 тысяч на экономике не имеют никакого значения Для одной команды, для второй, соответственно, тоже Для КТ может быть на третий раунд Допов Ну, в смысле, на половинку и на половинку Но Тоже Крайне маловероятно КТ сторона привыкла справляться, если честно Голден забыл купить себе армор А зря Но нервы, походу, от C9 уже Просто нервы После того, как Не забрали В итоге карту То есть, видите, да, в чем шутка вся Я не говорю то, что раунды от Ренгейтс не работают Работают Они же стреляют Забегают, стреляют Гранату Все хорошо Просто это все Читаемо И так же, как и было раньше И ничего не нравится Не означает, что плохо Просто Вот Стабильный Мираж от Ренгейтс Абсолютно одинаковый Те команды, которые их считают Полностью И по стрельбе могут их перестраивать Сносят просто напрочь Команду оранжи Просто напрочь Видите, да, что-то удачу Читают выход под аплент Сносят Вот Слазь оно буквально И Чтобы вы понимали У нас допы Допы это обычно Игра на выносливость Ну, зачастую И пускай это будут Возможно, не единичные допы А Два подряд Три подряд И так далее Но с этой точки зрения У клоудов Сейчас большие преимущества Не потому, что они То, что они сейчас В игре один раунд Не-не-не-не Я даже Переубываться не буду Потому что Нет смысла Потому что все Вот так как оно есть На самом деле И я просто посмотрю Справится ли колода именно со стрельбой ренегейт То есть это, наверное, единственная проблема Ну и тимплейно бы играть почаще А то что-то ребята совсем Индивидуально играют, а в итоге отлетают Зачем так делать, тоже непонятно Гратисфакшн, Лиас Азейра и GKS Остаются четвером Размена Флюш вовремя по Азейру втроем Выход, кстати, на Обманули, обманула педвила Сработал Фейпчик под Б Ренегейт стараются Расширять пул тактик Хоть как-то Потому что Проблемы очень большие имеются они с этим Автематик сносит для Азейра и ГК Молодцы, кстати, что фейканули, очень рад видеть Такие вещи Потому что стандартные 5 тактик Это что-то не очень Автематик, килл раз, килл два, скилл трис В итоге для него, 17 раунд для команды Клауд Найн Два раунда подряд В защите от Синайн Кстати, в атаке Клаудам Будет посложнее, пожалуй, на допах То есть вот в защите как раз палящего В атаке, наверное, посложнее Хотя, с другой стороны, в атаке Можно диктовать какие-то свои условия И пытаться тоже вспоминать о том, как играют Ренингейтс в своей защите Но именно дистинктивно у Ренингейтс можно выделить атаку Прямо как книжку, писанную словами То есть ты видишь предложение, ты видишь слова, ты читаешь книгу Вот тебе все понятно, собственно Но прометчиво вылез здесь Флюша То есть ребята уже такие Хэхэ, мы знаем, что вы делаете Но Ренингейтс все еще стреляет Зачем? Ну, давайте аккуратнее как-то, не знаю Четыре человека против четверых Пока что на третьем раунде первых допов Одна из половин заканчивается Заканчиваться будет вот незамедлительно После этого раунда потом команда поменяется местами Соответственно, сторонами Миддл плюс 1-2-1, короче говоря, если проще Гибридная штука от Ренингейтс Стандартная, с игрой на инфу И где получится, туда пойдем СКА что-то получает вообще все египетские казни на себя Голден сносит ЖКМа На скадудло отвечает все-таки АЗР Пытается ворваться вроде на Б Но без бомбы, кстати говоря, находится АЗР Аутематика сносит Внезапно Аутематик не уходит Вот это плохо Но Раш нашел бомбу И пытается услышать, где оппонент Слышит оппонента И вот он Опа! Здорово! Здорово! Как твои дела, дорогой друг? Опа! Привет, головушка Прыгающий зайчик кролик Тому и сладенький Господи, ты боже мой Аляс остается последний В итоге С немым вопросом За что пошло? На что вы меня оставили? Идет смотреть Телебризер Вместе с героями Из мультика Простоквашина Телебризер горит в адском огне Потому что Очевидно Создание сатаны Телебризер, я имею ввиду, конечно же Вот И поэтому Ляс погибает Не поэтому, конечно, он погибает А потому что Клаудан просто знает Все, что происходит А если где-то не знает То узнает информацию И после этого знает Все, что происходит А тематик красава Но на инферно Был Плохое слово В общем, плохо играл Вот так надо было написать Не забывайте, что вроде как Все мы люди Живые И Да, профессионалы все еще Профессионалы в том плане То, что они в большинстве случаев Должны держать какую-то планку Если даже она Будет не самой высокой Из вот того Что может сделать По своей форме Этот конкретный профессионал В своем деле То где-то на среднем уровне Если ему совсем фигово Скажем так Но так как Сливчик уволен То хотя бы не шмыгать На самом деле Было бы неплохо В моем случае Плюшка сносит Здесь человека Из команды Ренегейтс На атаке Да, уже Клаудан продолжает Я напомню Им остался всего лишь один раунд Чтобы победить Теперь Команда Клауднайт Будет диктовать Свои условия Команды Ренегейтс 1-3-1 Они играют Но Ребята застряли На хаймиде Никуда пока не пойдут И не обязательно Они на самом деле На этом миде Вообще останутся Есть варианты Через стандартную вилочку Пойти на А Например Запускает одного человека Под коннектор Человек под коннектор Встает прям под смог Который там кинут Все еще есть минута Чуть меньше минуты Окей У команды Клауднайн Дабы подумать Лукас покидает эту игру Потому что не является Игроком данной игры Привет Привет братюня Как твои дела Решил помочь Ренегейтс Но Не в этот раз Не в этот раз Раж все таки Бежит первой В качестве Интеффагра Но он только Получается У голдына Зато получается Буууу Промокается Гратифакшн А вот это Вот прям Вообще Беда То что Здесь снайпер Промокнулся Это Забейте Это похороночная Нафиг, прямо сразу Прям домой Ну, где там В североамериканском Бомба поставлена, три человека У Синайн остается Лиас и АЗР вдвоем Каешка и флешка То есть вообще ни черта нет, короче говоря Не зазонить Ничего не сделать Терриористы не будут показываться, какой смысл Терриор может спасать от гранаты, опять же Лиас, ты последний Это четыре раунда на допах подряд Я надеюсь Я видел в чате, что многие со мной не согласны Типа, Сливчик, что ты несешь Чудовище уволен, короче, ну Чуть помягче в этот раз Вы ко мне отнеслись, спасибо большое за это Выпуске Но я надеюсь, вот эту вот историю, которую я Продвигал, да, я надеюсь, она понятна Теперь и раскрыта полностью Я понимаю, что у меня язык иногда немножко бывает Косноязычный, я больше Не конкретику вбрасываю А вот такие какие-то Ментально-психологические Общие Вот Какие-то тренерские такие темы В большей степени А не конкретные вот Типа вещи Как кто, например, где-то вышел Это тоже, конечно Но вы понимаете Что мне именно больше интересно Поэтому у меня Гравитейтит именно туда больше Соответственно Тянусь туда больше Вот, поэтому Я надеюсь, понятно, что здесь произошло И, ну, интересно Карта интересная с точки зрения референса То есть обращение к ней На следующих, как бы, картах Типа от Commandering Gates, например Вот А мы пойдем Ghost против In Смотреть Вот И слипчик для вас работает На Studio Rochab продолжает С большущим удовольствием Давайте на паузу, что ли, пойдем Включайся, мегафон Субтитры сделал DimaTorzok